ебашь так сегодня у нас спец выпуск и в гостях у нас игорёха который нам расскажет а стилю а стиле маленькая предыстория я езжу на абсолютно стоковой тачке у которой нет ни одной из телевые модификации мне даже колеса 15 и то есть за что игорь меня хейтит каждый удобный момент я я 0 я в плане стиля 0 человек делает рыбакопа и как бы и чтобы мои туси вот ребята были которые не на стиле я не могу просто смотреть что такое 16 катки на лето ты что я делаю делаю вещи поэтому сейчас царь игорь я предлагаю тебе представить ситуацию как ты возвращаешься в прошлое но при этом у тебя остаются твои воспоминания твой опыт ты возвращаешься к абсолютно стоковой машине ты вот просто оказался в той ситуации когда вот тебя новая машина но она абсолютно стол вот первые пять вещей которые ты будешь делать чтобы эта машина была на стиле на твое осмотрение что первое нужно сделать банально по-любому сейчас будет отвечая я даже пальцем в небо я знаю что сейчас будет но все равно что касается стиля да именно да чтобы вот именно она внешне было стиль конечно диски 20 это просто топ начально хороших колес в твоем понимании нет это я точно могу сказать потому что я показывал все оригинальные колеса и не одни оригинальные колеса все не нравится поэтому все первое колеса тем давно известно то что диски придают машине более 70 процентов вида ну конечно тут все индивидуально кому что больше нравится но я скажу так что не все диски подходит каждому автомобилю были даже в жизни у меня случай когда автомобиль абсолютно просто ущербные никак и не смотрелся вообще был ржавый везде такой поставили дорогущие диски он сразу же поменял вид также будет и с вашим автомобилем какой бы он не был но вы должны поставить офигенные коротки колеса в твоем понимании нет это я точно могу сказать потому что я показывал все оригинальные колеса и я дни оригинале колеса тебе не нравится стояли 16 диски и как-то ну говно говнище страшное говно поэтому все первое колеса вообще безоговорочно конечно да или это 70 процентов вида машина это надо колеса реально подобрать и просто вот взять например девятнадцатые колеса много вариантов есть и не так что каждый подойдет к этой машине это правда что я если взять машину какого низшего надо колеса реально подобрать просто вот взять например много вариантов ладно все давайте продолжаем дальше есть такое как говорится движение стендс да и они зачастую берут не какие-то популярные кузова машины они наоборот берут самые такие простые автомобили максимально дешевые но пытаются поставить их на какие-то нереально огромные колеса занизить и типа это уже бешеный вид дает не конечно ну на самом деле ты говоришь самые примесивные простые машины ну и бывает допустим mazda 6 mazda 6 блин там стопудово нужны колеса там стопудово надо что-то делать с этой машины дает королла тойота королла зато нет на 20 20 туда не зале залезут вот и ты знаешь как с болгаркой все залезет но это да это вопрос как это не вопрос что не залезет вопрос как понимать вот станет скульптура это знаешь это впихнуть не впихуемое это вот такая вот тема на 2 детали стиле колеса понятно тут это но это деф это говорят все каждый третий что 2 2 а вот самое главное еще машинам вообще для не машины если ты ездишь в аквариум это не машин тонировка вот тонировка вот надо это после дисков можно сделать тонировку или первое что нужно сделать нет это второе это второе по мне это второе потому что мне надо главное чтобы она вот так красиво было выглядело то есть второе тонировка до номер два тонировка тонировка 90 процентов 100 на самом деле теперь уже планирую что 90 100 процентов потому что разницы там особо не разницы нету если взять дорогую тонировку то в принципе то она может такой же быть качественный также свет пропускать внутри а снаружи у не будет видно что что внутри то есть вот так 3 3 3 значит слушай я придумал что можно везде пихнуть леды во всю оптику то есть ледализация 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 это то есть без любую лампочку можно должна быть ледовская чтоб не было желтых вообще не надо желтых лампочек везде где видишь желтые лампочки сразу чуть-чуть лед зачем мне тебя босса честно скажу мне не нравится босса менять все лампочки делать свет делать свету приятную белую тебе смотрите мы назвали три вещи в принципе для многих это уже переборы будут много но у нас есть еще так как это топ-5 есть еще 4 5 пунктов что четвертое после этого вот мы поставим мы поставили тапки мы затонировались мы поставили везде ледов 4 на мало мы хотим больше тем больше сплиттера сплиттера ну кстати если делать сплиттера и машина не занижена нет обязательно обязательно занижать машину занижение автомобиля хорошо каким образом занижать автомобиль по нет места для вида чистого не все люди бюджетом 100 баксов 100 баксов болгарку просто взял пильнул пружины и катаешь себе удовольствие потом сезон прошел это самое зимой чистишь снег допустим если брать audi у них в слайне идут пружины меньше на пару сантиметров ниже и то есть вместо что пилить можно просто купить себе с овские пружины не с овске и слайны с овске это еще нет неправда есть разные вариации аудио подвес 1b и 1бр там не хочет четыре вида но и как раз кивот на рс как стоят вот как у вас обвеска в слайне да да ну вот короче легче наверное купить такие чтобы ничего не пилить и так поставили диски сделали тонировку сделали лодализацию посадили автомобиль но что-то еще может быть вам не хватает подумать над были там есть например не хватает вылет диска то можно еще поставить проставки так это уже переходим к пятому я думаю что это может дополнить 1 все таки к первому потому что я вот забыл бывает такое приквел к сиквелу да 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 нет не катит надо было сразу говорить потому что смотри как работает топ 5 первое что тебе приходит в голову вот после того как типа что-то первое пришло в голову ты это отход но отлетаешь и опять что первое пришло в голову и нет я да да все плюс три свой лимит исчерпал бы все у меня крутая тачка на тренировке затонированных на дисках на дисках на ледах мало и на ледах и всю эту стартап 1 стартап колеса занижать проставки тренировка и леды и ты типа на стиле да прям как сейчас со змеей знаешь почему это стартап называется потому что покупаешь машину но помимо стайлинга тебе еще надо ее внутри приводить порядок двигатель там подвеска там и так далее не всегда что купишь идеальный автомобиль бац масла нету здрасте с какими точечками нормально все здрасте здрасте и ты понимаешь что тебя хватает только на стартап деньги в первом же сезоне но в принципе знаешь вот первый пункт колеса уже может обойтись очень дорого но есть очень дорого это сколько я начинал с 350 евро это какого размера 18 с line of ski второй раз у меня было 600 евро третий раз сколько будет 2 но это уже третий сезон это уже прокачиваю слой это самый раз уже за икнулся о новом сезоне когда будет готова сезон то скоро начнется по хорошему надо концу апреля собрать автомобиль потому что сейчас разобранное все просто снято все помимо всего там обвесно ты будешь говорить что будет происходить с этим авто или это будет секрет на самом деле это будет отдельный материал сняты вот все так что подписываемся ждем от горюки второй части что нам будет дальше разговаривать про культуру культура стала автомобиля будут говорить нам про стайлинг в следующий раз продолжим будем продолжать эту тему если кому-то интересно подписывайтесь на канал подписывайтесь на игорёху задалбливайте его своими вопросами пишите ему в instagram чтобы он чаще тоже участвовал в съемках и монтировал их да я уже в процессе вот вот в процессе я жду от тебя есть даже в этом видосе скажу а ты сам вырежешь блять . сервала нет я давай скажи я специально оставлю сегодня какое число 1 февраля вот к следующему 8 февраля видос должен быть готов добились давай свидетельству серый свидетельствует возьмем его февраля игорёха сделает нам первый видос змея разбила змея разбила всем удачи всем спасибо подписывайтесь на канал и пока все можно превращаться в обычных людей